всем приветики мои зайчатки и гости моего канала подписчики мои мы собираемся с димочкой на улицу конечно мне зеркало не целиком а только половинку меня но дима вот нарядился уже до рюкзачок наш мы решили идти сегодня без коляски будь здоров и решили мы пойти сейчас на рынок без коляски потому что хочу купить черную смородину и что-то мне лень ее вытаскивать уже по этим ступенькам вытаскивает у дверь открываешь никто не держит люди мимо проходят и всем наплевать решили мы пойти пешочком пройтись до взяла рюкзак возьму свой свою сумочку возьму сюда положил деньги потому что на самом деле диму димину руку отпускать нельзя он может сигануть побежать уже такое было неоднократно поэтому я рюкзак взяла на всякий случай вот там водичка все такое сумочку я положила сюда чтобы положить черную смородину я ее сзади достану рукой я так надеюсь вот и деньги я конечно тоже вот сюда вот себе положила 500 рублей чтобы их достать быстро и быстро убрать сдачу все мы собираемся и выходим надеюсь что у меня получится там поснимать я очень на это надеюсь красивые цветочки красивые цветочки на коляске дима стоит да да дима не хочет на коляске ты не хочешь на коляске не хочешь ну-ка за руку держи мама прогулялись мы дома смотрите сколько мы взяли нашли вернее газет это поедут они на дачу целая прям стопка такая поедут на дачу для растопки печки печки костер короче газеты уже не кладут практически вот остались такие вот рекламные какие-то вот такие вот непонятные короче все это пойдет туда да дима я тут складывал просто так что ли снова всем приветики мои зачатки и сегодня мы с вами будем продолжать наш день сегодня мы с вами будем сейчас готовить не знаю насколько это ролик выйдет длинным короче хочу сварить варенье смородину кстати смородину сейчас помыла попробовал она такая сладкая вкусная до этого покупали участника женщина не было кислая она такая кисловатая а вот это она прям такая крупняшка я вот отложила в пиалочку нам зимочка и смотрите какая она огромная она огромная сочная и сладкая что у меня прям вообще просто удивило по моему сады жигулёв нет ни жигулевский вас какие-то сады короче привозят на они яблоки привозят и все короче сегодня еще раз попробую если вкусно завтра мы пойдем еще за смородиной вот но варенье конечно делать больше не буду мы вообще у нас особо не естся это варенье это уже так чисто вот короче ла не будут блин опять тут много их блин они смотрите какие клевые такая крупная сладкая нежная поехали так у нас 500 грамм смородины черный мы добавляем сюда не знаю но это конечно рецепты записывать не стала 150 миллилитров воды и 500 грамм сахара сейчас посмотрим уж меньше добавим по рецепту вроде так короче отправимся нет не духовку на плиту вернулась я к вам так свое варенье я уже поставила и сегодня наверное уже догадались увидев перчики что я буду делать как вы думаете напишите в комментариях что я буду делать правильно фаршированные перчики так тут у меня фарш что-то у меня фарш покупной но какой-то другой но тоже в принципе вкусный то есть не тот который я беру обычно туда я хочу луковку положить потому что он делает как раз делается мягеньким когда я кладу туда луковку вот короче мы сходили сегодня с димочкой погуляли пошли мы конечно же без коляски пошли без коляски гулять потому что мне что-то было очень очень ленью опять вытаскивать дверь никто не держит один раз даже было во время как раз вируса эпидемии как раз только-только все начиналось я помню как я выхожу из коля с коляской выхожу из подъезда и смотрю там за дверь за граду смотрю там идет женщина я думаю сейчас она мне дверь поддержит там что выходишь за дом идешь коляску так тянешь на себя и это очень очень неудобно у меня была надежда сейчас она подержит она прям просто мимо а пошла меня и все видишь что я там корячусь что мне сложно выйти с коляской с ребенком она просто мимо прошла и все это было честно говоря было для меня очень очень обидно что такие все-таки люди есть которые просто мимо проходят а так кстати в прошлом году мне часто очень очень часто помогали подходили давайте мама поможем давай дверь давайте там спустим давайте поднимем коляску там прям у нас перед поездом в лестнице она такая корявая там много камушков и с маленькими колесиками коляска там очень было неудобно по ней ехать она застревала постоянно останавливалась а когда еще еще ведешь с сумками то есть она груженная то вообще прям неудобно и мужчины прям часто довольно подходили давайте поможем давайте ее перенесем и вот как раз как-то раз сказал сестре что мне ну помогают там мужчина помогают открывают дверь заносит там еще после двери помогают тоже ну сестра так на меня Я посмотрела и говорила, что странно, почему это тебе мужчина помогает? А мне никто не помогает. Я не знаю. Я не знаю почему. Прямо одно время, очень-очень часто я выходила почти каждый день. Не каждый день, каждый раз выходила. И каждый раз мне разные мужчины помогали. Девушки, женщины иногда даже. Прямо так вообще очень приятно. Странно, а почему же с сестре? Сестра красивее меня там гораздо. Странно, почему же ей не помогают-то? Мне всегда казалось, что если девушка красивая, то ей помогут. Если не, значит, это проигнорируют. Так я немного сейчас с вами замолтаюсь. Чуть варенье не убежала, пока я с вами болтала. Мне так всегда казалось, что если девушка красивая, то ей помогают. Если не, значит, нет. Вообще, как считается, допустим, муж, когда я его прошу, помоги, женщина бедная с коляской идет, у нее муж есть, пусть он и помогает. Обычно многие мужчины считают вот так. Я помню, еще во время беременности, мы жили на другой квартире, и там девушка выходила, у нее сын был, с коляской. Я, по-моему, беременная была, я всегда иду, и она идет на нас речь. А девушка, у нее сыночек был, ухоженная она такая, прям, волосы распущены такие длинные, да, они были прям длинные, чистые такие, расчесанная, она прям такая красивая. И всегда от нее ароматно пахла, всегда туалетная водичка была. И такая прям вся подтянутая такая, все, я прям на нее смотрела, любовалась. Я когда рожу, думаю, я точно такая же, не буду ни на свои волосы стричь, пускай у меня волосы будут длинные, где-то красиво вроде идет. Обычно там, ну, как мы обычно смотрим, да, идет там же девушка, да, там с ребенком, уставше, там хвостик, хвостик завязан, грязные волосы, или вообще короткие под мальчика. В основном это так, там одета кое-как, там чего-то успела одеть, хватанула там какую-то одежду, там уже заношенную, там как-то и все. Я, наоборот, всегда старалась. Ребенок родился, чистенько обязательно одет, обязательно красиво что-то такое, обязательно волосы распущены, вот, ко мне часто на улицах подходили, нас же, говорят, у вас ребенок, и вот, то есть волосы не отстригли, у вас длинные волосы, красивые, ухоженные, все прям, ну, было такое, что ко мне проходили. Я говорю, а зачем, говорю, их отстрелять? Ну, как же, говорит, у вас же ребенок. Такое ощущение, знаете, как будто мне говорят, вы знаете, у вас же стадо коров, вам же некогда, их же надо всех подавить, там помыть, там это. Вроде, ну, как будто вот, ну, что у меня как будто бы вообще времени просто нету. Я говорю, ну и что, что ребенок, что теперь, надо это, стричься, что ли? Как-то для меня это было странно, и что, что, ну, один ребенок же. Ну, может быть, конечно, если много, там двое, трое, четверо, пятеро, тогда, может быть, да, уже, конечно, времени может быть меньше будет. Но если дети, допустим, постарше, я бы хотела, конечно, иметь большую семью, еще побольше детей, где-нибудь жить в деревне, я бы хотела. У меня есть такая мечта, городской жителью в деревне прям вообще. Так, специя, у меня вот такая специя. Вот, как вы знаете, ко мне свекровь приезжала, я еще пока ничего не доставала, потому что через пару дней она приезжает снова, и мы с вами пойдем гулять. Вот так, где ложка. И добавляю свою специю, любимую. Она у меня не острая, для мяса на рынке. На рынок приходите свой и говорите, там, где продаются всякие специи, побольше ее сыпану. Блин, она такая ароматная вообще. Еще чуть-чуть сыпану. Все. Так. И говорите, мне для мяса не острую. Вам сделают. Так, соль. Вообще, кстати, мы не солим. Я чуть-чуть посолю сегодня. Чуть-чуть, видите, чуть-чуть. Я вот этой штучкой солю. Вот. Короче, вот так вот у меня происходит в жизни. Стричь волосы я отказалась, не захотела. Изначально я подумала так, что, когда у меня волосы отрастут до пояса, я буду их чуть-чуть подстригать. Но они что-то вообще так быстро, вернее, наоборот, так медленно растут. Очень-очень-очень просто. Медленно, очень долго. Причем на корне видно, что отросли, а по длине особо не видно. Вот. То есть я планирую изначально так. Но мне нравится то, что они у меня неровные. Мне это очень-очень, кстати, нравится. То, что они разные из длины. И сейчас многие так ходят. Ну, не знаю, мне, короче, так нравится. Поэтому я не хочу их стричь. Я знаю, что я не смогу их постричь неровно. Мне нравится то, что у меня есть одна прядь, которая суперски классно выросла. И она длиннее всех. Где-то там от бачка у меня прям так, не знаю почему. Одна сторона больше росла, другая меньше. По непонятным причинам. Мне это очень-очень нравится. Хотя, честно говоря, моих родителей весит тот момент, что у меня волосы растут неровно. То есть, ну, в принципе, они у всех растут неровно и их весит. Это очень сильно, я знаю это. Вот. И, видимо, поэтому мне нравятся такие волосы. Мне нравятся ровные, когда вот отстриженные волосы. Особенно, я помню, после прихмахерской придешь волосы. Когда только-только постригла. И вот, я помню, так расчесываешь. И когда доходишь вот до этого места, где они отрезаны, расческа почему-то зацепляется. Так, ну, такой какой-то чик-так. Опять второй раз расчесываю, и она опять на этих местах зацепляется. Вот мне вот это вот прям бесило всегда. Такое ощущение, как будто там слепились они. Как будто там их слепили все вместе. Мне этого не нравится, если честно. Я думала бы всегда, быстрее бы они отросли. И быстрее бы они отросли, чтобы вот этот момент как-то убрать. Вот. Вот так. И поэтому на улице на меня обращают внимание. Идешь сегодня. Вот мы тоже вышли. Я еще нарядилась. Новые кроссовки одела. Новые штаны одела. Там внизу подвернутые. И мне навстречу идут мамы. Такие с одним малышом. Еле там, ну, непонятно во что вообще одеты. Какие-то старые шорты. Какая-то там черная там или не помню. Какая-то там старая майка. Волосы, хвостик завязывают. Уставшие. Да ребенок. Причем ребенок сидит в коляске. То есть не за ручкой. Понимаешь, ты за ручку с ребенком идешь. Он там скакался. Она там набегалась за ним. Тогда да. А когда ребенок в коляске посадил. Для меня это, например, было легко. То есть посадил ребенка в коляску. И все. И просто пошел. То есть для меня это было вообще прям супер. Я помню. Там каждый раз, по-моему, наряжалась. Перчики такие малюсенькие. Так. У меня уже вареньем начинает пахнуть. Мне это очень нравилось, кстати. Вообще, в принципе, люблю наряжаться. Хотя, конечно, в детстве не наряжалась. В детстве меня как-то воспитывали так, что какая есть одежда, такую и одеваешь. Как-то покупалась новая. Но покупали очень-очень мало. Тогда было дорого, что ли, наверное. Сейчас можно зайти в любой магазин, купить там по скидке, по акции. А тогда, видимо, этого всего не было. И та, что продавалась, была дорого. И я помню, что даже в детстве я периодически ходила в какой-то чёрной одежде даже. И мода была непонятная на тот момент. Какие там годы это были. До 2005 года как раз. Я помню, что девчонки ходили там. Ну да, у всех какая-то такая непонятная мода была. Какая-то одежда непонятная особо. Ну и тогда интернета не было. Что там больно? Увидишь, что ли, много? Кто как одевается? Нет, конечно. Сейчас уже хотя бы в интернете видишь, какую одежду продают. Смотришь, кто как одевается. Тогда что-то не смотрели, видимо, особо. Кто как одевается. Что покупали. Что продавалось, то и покупали. Как-то так. Один раз я даже помню, недавно на днях нашла свою детскую фотографию. Меня мама один раз построила под мальчика. Ну не коротко. Они как бы волосы, как у Димы примерно вот сейчас. Примерно вот такие. Какую-то мужскую одежду на меня одела. Какой-то там свитер, короче, мужской. Причем там какой-то мальчик был нарисован. Я помню смутно. Вот. И штаны какие-то мужские. Кроссовки мужские. Короче, все мужское. У меня даже фотография осталась. Видимо, я не долго ходила. Потому что я себя плохо помню в этот момент. Я помню единственное, как мы с мамой шли. В каком-то парке, что ли, где-то на улице шли. Подходит женщина и говорит. Какой красивый у вас мальчик. Ну надо же. Мальчик, мальчик. Как тебя звать? Я помню, так она сейчас с выражением улыбается. Нагнулась ко мне. А я такая стою про себя. Ну такая слуха говорит. Наташа. Ааа. Говорит. Так ты девочка оказывается. Я помню этот момент прям на всю жизнь запомнила. А я еще такая думаю. Почему он меня мальчиком назвала? Думаю. Странно. Вроде я девочка. Какая-то женщина. Думаю. Запомнилась прям на всю жизнь. Потом как и нет. Когда-то я ходила. По-моему в самом детстве я ходила в платьицах. Периодически. У меня в прошлом году кстати. Если кто до сих пор со мной помнит. Наверное у меня в прошлом году прям эпидемия была. С этими. Ааа. Как их. Баклажанами. С этими. Прям мне хотелось их очень-очень много. Я что-то их вообще съела. Потом посчитала. Я съела наверное их там килограмм двадцать. Наверное точно. Что-то не каждый день мы гуляли с Димой. Я приходила на рынок и покупала по три, по четыре, по пять килограмм. И я не знаю. В прошлом году прям вот по осень я не могла просто остановиться. Меня тянуло и тянуло и тянуло. И снова на них тянуло. И снова и снова. Я не могла. Потом в какой-то момент я остановилась все-таки. Вроде меня перестало тянуть. Я думала сколько можно? Столько денег ушло. Кошмар. Все вроде бы. И что-то короче приехали мы на дачу. Мама сделала. Запекла там эти баклажаны. И короче меня снова понесло. Это вообще это было что-то с чем-то. Снова я. Немножко поменялось видите у меня стол. Теперь мы с вами сейчас будем варенье закладывать. Это я думаю наверное самое интересное. Так наше варенье. Я всегда кстати кладу большую такую тарелку. Потому что варенье обязательно мимо проливается. И будет удобно если оно будет проливаться в тарелку, а не на стол. В тарелке хотя вы можете его скушать. А со стола как-то слизывать честно говоря уже не очень. Так здесь у меня еще перчики остались. Там я уже на ужин дальше готовлю. У нас будет на ужин салатик. И я хочу запечь перчики. Это попозже немножко. Сейчас я достану банку и будем с вами наливать. Так наливаем. Пока она горяченькая еще. Ягодки туда берем. Кладем. Кладем. Знаете вот честно говоря в последнее время я заметила. Пересматривая все ваши ролики. Всех вас. Которые у меня подписаны. Которые меня часто смотрят. И я вас стараюсь конечно же смотреть часто. Заметила очень такую интересную вещь одну. Абсолютно практически все говорят одно и то же слово. Когда готовят. Что-то там куда-то кладут. Там все такое. У всех я заметила это слово ложу. Ложу. И вот я сюда ложу. Там тра-та-та. То-то-то. У всех вот заметила. Я думаю блин ну почему они говорят ложу. Ложу. Кладу же мне казалось всегда правильно. Думаю ну ладно. Говорят и говорят. Ну смотрят друг на дружку. И в итоге потом друг за дружкой вот так вот повторяют. И говорят. Ну ладно. Не поверите. Сижу монтирую свой ролик. Причем я. То-есть в обычной жизни я никогда такое слово не говорю. То-есть ну это не мое слово. Я обычно всегда говорю кладу там. Положить. То-есть вот так вот. Сижу монтирую свой ролик. И вдруг я слышу за собой. Что я там что-то вам показываю. И говорю слово. Итак. Что же там было. Итак. Ложим. Там что-то то-то то-то. Ложим это слово. Я думаю блин. И я его тоже говорю. Думаю люди. Вот ты слушаешься наслушаешься всех. И в итоге потом тоже говоришь. Вообще блин я была в шоке. Вот я сейчас ей ложим. Наш с вами варенье смородиновое. Ложим. Да. Баночку. Что-то мне кажется у меня даже две баночки. Как получится. Как я и хотела. Надо жить побольше туда. Надо было все-таки побольше. Купить смородины. Что-то я пожалела денег. Вообще мы смородиновое варенье кстати не едим. А в детстве я помню мама всегда просила купить мне кока-колу. Мама всегда отказывалась. Говорила на сколько. Короче представляете. У меня отключилась камера. Села батарейка неожиданно. Ну причем я видела то что уже батарейка садится. Но я думала ее еще хватит как раз. А я даже не посмотрю. Обычно я заглядываю и смотрю. Честно. Вот первый раз в жизни у меня такое. Уже почти влоги снимают второй год уже. Канал три года. А снимаю я второй год. Вот первый раз такое. Заболталась с вами. Не знаю на каком моменте честно говоря отключилась камера. Но я там как раз рассказывала сейчас про кока-колу. Как это мама. Маме я в детстве просила лимонад. Она говорит на лимонад дома есть. Приходим домой. Она наливает стакан воды. Ну обычной воды. Холодной. И кладет туда пару ложек варенья. Черной смородины. Перемешивает. Говорит пожалуйста. Вот тебе кока-кола. Черная же? Черная. Все. Вот такой у меня был лимонад в детстве. Я говорю мама ну не вкусно же. Она же не то. Она тоже так же делает с кока-колой. Ну только там газировка там все. Ну будет тоже самый эффект. Ну это уже компот какой-то. Нет. Вот она кока-кола. Или эти были. Помните? Юпи. Юпи их называли. Помните? Порошковый. Прям их все скупали и скупали. А потом мама как-то раз узнала, что оказывается он делается не из натуральных ягод. Не знаю кто откуда там это взял. Ну наверное слухи были. А то что там всякой химии полно. Я помню как мама выкинула их. Там была целая. Прям такая вот огромная. Там такая вот огромная. Просто у нас длинная такая вот коробка их была. И она всю эту коробку выкинула. Я помню. Так было обидно. Мам куда ты? Ты зачем ее выкидываешь? Там химия. Там химия. Нельзя их пить. Нельзя. Так обидно было. Такая вкусняшка. Правда мне не очень нравилась по-моему в детстве. Она не особо так чувствовалась. Какой-то вкус химии такой не очень. Так у нас вторая баночка уже доходит. Сейчас мы будем с вами вторую баночку. А. И в этом. Видела я их продают еще. До сих пор сейчас эти Юпи. В этом. Как его господи. Магазин-то этот книжный. Читай город. В Читай городе я видела. Мы с вами туда как-то раз ходили. Чуть-чуть я снимала там в Читай городе. Как раз вот там много таких необыкновенных вкусняшек. Не знаю правда откуда они Юпи взяли. По-моему Юпи называлась. Да? Если неправильно вы в комментариях мне напишите. Поправьте. Кто-нибудь покупал вообще Юпи кстати сейчас вот. Именно в Читай городе. Или может на сайтах где-нибудь на зоне. Бывает. Сейчас кстати продают жвачки эти. Love is что-ли по-моему. Я помню коллекцию целую собирала. Этих кладышей помню. А кладышей я помню даже была целая коллекция машинок. Машинок у меня вообще была прям огромнейшая. Просто коллекция понесла в садик. Причем родители отговаривали меня. Не неси. Я говорю. Мама взяла просто этот мешок. И забрала бы. Положила на шкаф. И все. Я бы не достала. Ну мы отговаривали. Отговаривали. А ты все равно понесла. Блин. Ну я же ребенком была. И в итоге я всем раздала эти. Подарила эти кладыши. А сейчас как было интересно посмотреть. Их положить в какой-нибудь фотоальбом. Разложить. Посмотреть. Это так интересно. Я помню еще когда ребенком была. В школе училась. Мне бабуля всегда говорила. Ты такая глупая. Ты когда вырастешь. Тебя будут обманывать часто. А я думаю. Да как же меня будут обманывать часто. Ну я наверное поумнею. Там где-то в классе в пятом что ли училась. Там сколько лет. Тринадцать наверное мне было. Двенадцать. Я думаю. Да чем же я глупая это такая. Я думаю. Ну что ж такое-то. Я думаю. Что ж тут это. Не так-то со мной. Вроде нормально все. Почему я должна там доверять кому-то. Что-то там это. Причем там ну как бы я не доверяла особо людям. Как бы я в детстве не особо общалась с людьми. Мне не нравилось. Мне нравилось больше вот. Именно какое-то одиночество. Какое-то вот. Такое. В одиночестве пробывать. Там не общаться ни с кем. То есть я не любила общение особо. Мне как-то вот. В одиночестве сама с собой. Мне интересно всегда это было. Находиться. Чем там. Где-то там с детьми какими-то. Например шарахаться по улицам. Вот мне это не нравилось никогда. Есть вот там иногда. Бегают. Бааа. Полностью прилучилась. Ааа. Я думала мне останется чуть-чуть еще. А мне не останется ничего. Таким спокойным ребенком я всегда была. Думаю чем же я глупая. Думаю почему же все не так. Я думала все вокруг умные. А я главное глупая. Думаю что же такое. Опа. Все. Закатали мы с вами две баночки. Кастрюлька. Кастрюлька слушается через камеру. И даже так она такого красивого цвета. Жалко что не существует кастрюлик разного цвета стали. Мне кажется она была бы такая вот такого цвета. Очень красивая. Снова я. Не могу. Знаете вот так разговаривать. Когда вы меня не видите. Как-то я. Блин. Ну не могу я так. Мне надо смотреть в камеру. Видеть себя. И тогда нормально. Короче приезжает свекровь. Через пару дней. И мы с вами снова отправимся гулять. Это будет моя последняя прогулка недельная. Она приедет на неделю. 7 дней где-то там плюс-минус. Вот. Потом мы с вами уже не скоро. Не скоро. Не скоро. Пойдем гулять. Именно вот так вот. По магазинам. Начнутся обыкновенные обычные будни. Возможно я вот думаю что с сыном хочу пойти попутешествовать. Походить по городу. Потому что в связи со всем вот этим. Вот мы так и не смогли нормально пойти погулять куда-то. Как я хотела. Все таки я как раз покупала вот эту вот коляску. Именно для этого. Чтобы пойти путешествовать. Вот ее можно и сложить и повезти. И даже в руках понести. Там короче как угодно. Вот. Хочу. Я думаю как раз к тому времени будет немножечко потеплее. И мы с сыном куда-нибудь соберемся. И вы вместе с нами. Что там опять какие-то звуки подозрительные. Вот. И потом я сейчас кстати вам в конце покажу что у нас там получился за ужин. И будем наверное прощаться. Потому что мне кажется я очень долго готовила. И наверняка получится ролик очень очень длинный. И я не хочу чтобы он получился длинный. Потому что вы не смотрите. Все. Дима пожалуйста. Кушает у него запеканочка. Дима. Компотик. Котлетка получившаяся с перчиком. Салат. Мои две котлетки и маленький перчик. Так. Тут остатки. Салат. Компот. И там я еще хочу сейчас достать чеснок. Захотела я чеснок. Короче на сегодня это у нас с вами будет все. Потому что я думаю что роль очень получился длинным. Вот. На флешке у меня остался один час. И я хочу его сохранить. Ой я сихну. Будь здоров. Спасибо. Всем пока пока. С вами был канал Артмания. Апси. Ой я сихну. И пишите свои комментарии. Ставьте лайки. И пока пока.